Дорогие мои, всем огромнейший привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Маша. Сегодняшнее видео, это, наверное, первое видео из серии видео, которых я планирую сделать, а точнее это обзоры, свочи на палетки теней, которые у меня есть, ну и не только палетки теней, у меня есть и контуринг, румяна и, в общем-то, многое-многое другое, что я почему-то вам не показывала, как я уже говорила, поэтому сегодня будет обзор на палетку от Makeup Revolution Flawless. Здесь 32 оттеночка, простите, здесь 32 оттенка теней, и я вам покажу свочи, покажу, как они наносятся пальцем, как они наносятся кисточкой, и мы сделаем с вами вот такой вот макияж, и я вам подробно расскажу о своем мнении. Мне кажется, такие видео всегда очень информативны и полезны, потому что вы сможете при покупке или перед покупкой удостовериться, устраивать вас тени, он не устраивает, нужны, не нужны, как они смотрятся на веках, как они наносятся, поэтому я надеюсь, что я все-таки буду вам полезна. Если вам нравится такого рода видео, вы из них заинтересованы, ставьте пальчик вверх, поддержите меня, я буду знать, что это действительно вам понравилось, и буду продолжать дальше делать обзоры подобные. Но сначала мы перейдем к свочам, а затем посмотрим макияж. Приятного вам просмотра! Итак, давайте приступим, и я, наверное, буду вот так вот по ряда вам показывать на руке. Сначала буду наносить пальчиком, затем кисточкой, и вот видно, что вот этот ряд, он достаточно таких матовых цветов. Вот этот белесый абсолютно практически незаметен. Следующий цвет, он более такой красивый, но немножко тепловат, но я его люблю использовать. Этот уже более коричневый такой, насыщенный. Они, мне кажется, все теплые, вот из этой линейки и коричневые. Теперь давайте попробую нанести кисти. Ну, понятно, что они пылят достаточно сильно, их обязательно нужно стряхивать. В принципе, вот этот неплохо набирается, им хорошо закрепляет. Следующий цвет, он, конечно, очень сильно пылит. Они пылят даже в палетке, то есть я вам стряхиваю кисточку, и они прямо усыпаются. Вот так вот выглядит вот этот первый ряд матовых теней. Неплохие, очень нравятся, универсальные, подходят для затемнения складки века. Дальше более светлый ряд, и я сейчас их, пожалуй, быстро просто нанесу. Нижний он все еще матовый, но он что-то очень плохо как-то набирается. Он такой тауповый, ну, бледно-бледно-тауповый. На моей бледной коже, как видите, вообще практически его не видно. Видите, вот эти два цвета, они практически похожи. Вот здесь начинается самая проблема, потому что вот эти тени, они очень-очень плохо переносятся сатиновые на глаза, на веки. То есть практически не переносятся кисточкой, абсолютно не наносятся они. Переносить их на веки вообще очень тяжело. Вот из-за этого я решила сделать именно такое swatch видео, потому что дальше цвета супер пигментированные, но они отвратительно переносятся на глаза. То есть это только либо влажная кисточка. Вот что получилось при нанесении пальчиком и при нанесении кистью. Вот тени, которые чуть более пигментированы, конечно, при наслаивании в несколько слоев еще как-то виден результат. Тени, которые совсем светлые, их вообще не видно. И вообще даже тени, которые в темных цветах, да, красивых, насыщенных, вот эти они, например, вообще, то есть очень тяжело. Во-первых, видны даже при нанесении пальцем и при нанесении кисточкой. Но даже тени, которые темные, которые пигментированы, при нанесении кисточкой, то есть нужно несколько слоев делать, растушевок. Они очень осыпаются. Смотрите, просто у меня весь стол, вот здесь вот все. Вот этот цвет, кстати, он кажется здесь матовым, а на деле он все равно чуть-чуть с какой-то золотинкой. И он более суховат, чем все остальные, потому что вот которые другие набираешь, они на пальчике ощущаются такими, знаете, как будто это жидкие какие-то тени, кремовые. И вот этот, кстати, тоже, который сейчас я набираю, он тоже чуть более суховат, чем все остальные. Так, и вот этот цвет красивый, очень зеленый, прям такой, но он больше, конечно, такой зелено, зеленый с черными, с мелкими-мелкими желтыми блестками. Зеленый, очень красивый в палетке, какой-то такой плешивый черный с мелкими-мелкими блестками. Дальше вот эти цвета, они хорошо набираются кисточкой, они такие достаточно кремообразные, очень интересные. И вот этот ряд, как бы золотистые, самые первые, они достаточно сильно плешивают при набирании кисточкой, поэтому это, в принципе, мне кажется невозможно, то есть это только пальчик. И вот так вот выглядят последние оттеночки. Очень красивый синий в палетке и на пальчике выглядит вот так. Красивый такой черный с крупными блестками, серебряными, мне кажется, это такой вообще уже прошлый век. Черный при помощи пальчика, самый такой темный, да, цвет угольный. Все равно полупрозрачный, кисточками вообще практически не наносится. Ну а вот эти цвета, в принципе, такие неплохие. Давайте я вам покажу, что здесь с палеткой стало, в общем-то, пока я здесь в Азюкало. То есть видите, насколько она рыхлая, насколько она пылит. Понятно, что у нее как бы бюджетная цена, и вы получаете достаточно большое количество цветов. Конечно, теперь хочу попробовать именно матовые, матовую их палетку, потому что матовые тени мне очень понравились. Мне нравится, как они наносятся, мне нравится, как они тушуются. Вот, эти все-таки оттенки я бы отнесла именно, вот я уже сказала, к заключающим, которые наносятся именно на подвижное веко в качестве акцента красивого. И насчет упаковки. Вот у меня она в пользовании около месяца, непостоянного, уже немножечко постиралась тут. Опять же, цена соответствующая, но тут смотрите как бы сами. Так, начнем. Я сначала буду использовать базу от Ardeco. Недавно ее приобрела. Пока не могу сказать о каких-то супер ее свойствах, потому что, в принципе, у меня тени всегда хорошо держались, за исключением вот одних теней от Debalim, которые сползают просто с моего глаза. И я до сих пор не понимаю, почему, собственно, из-за них я и приобрела данную базу. Но пока вот как-то не было случаев, чтобы я снова попробовала. Возьму, наверное, самую обычную кисточку. Она у меня тут лежала в стаканчике, примялась. Это Ariflame. Она не натуральная, и она колется. Но почему-то мне в последнее время так нравится. Я беру из палетки самый светлый оттеночек и просто закрепляю нашу базу. Я обязательно стряхиваю остатки теней, потому что они очень сыпятся. Я пока не наносила консилер под глаза, потому что придется все равно подчищать что-то. И теперь я буду использовать вот этот ряд. Это матовые тени. Я возьму пушистую кисточку от Real Techniques и буду по очереди их наносить. Сначала самый светлый. Я буду выстраивать им складку века. Итак, многие спорят о том, какое у меня веко, но я все-таки считаю, что у меня достаточно глубоко посажены глаза. И веко, ну, нависшее. Не сильно степень, нависания бывают разные. Но это то, что я постоянно уже стекулирую бровями. У меня здесь вот и морщины уже. И если смотрю прямо, то вот это, ну, как бы... Для меня вообще очень тяжело бровями не двигать. И, в общем-то, если смотреть, то вот эта штучка у меня, конечно же, нависает. В общем, беру и смотрю прямо перед собой. Стараюсь не двигать глазами. И рисую вот эту... То есть точку ставлю, где у меня самое вот это сильное нависание. И затем начинаю тушевать. Вот я все равно, я даже когда тушую, все равно приподнимаю взгляд. Вот не взгляд, а брови. Вот ничего с этим не могу сделать. Я немножечко затемняю и уголочек глаза, чтобы потом просто на эту подложку... Ну, чтобы и градиент также был. И чтобы просто можно было нанести туда остальные цвета, которые слабо, достаточно пигментированы. И дальше я спускаюсь вниз, ну, точнее, здесь вверх. Беру уже чуть потемнее оттеночек. И также чуть пониже стараюсь нашего вот этого оттеночка прорисовать именно данным оттенком. Я чуть-чуть приподниму бровь, потому что иначе я туда не доберусь. Чтобы еще больше затемнить наш уголочек... Фу! Чтобы еще больше затемнить нашу складочку. И вырисовать наш глаз. Вырисовываем, в общем, наш глаз. Делаем его более объемным. Раскрываем взгляд. При нависшем веке обязательно нужно прокрашивать именно нависание. И его больше затемнять, а не высветлять. Потому что если вы высветляете, вы нависание еще больше делаете. Если хотите, конечно, я могу снять отдельное видео про нависшее веко. Про макияж для нависшего века. Совет реально девочкам, у которых нависшее веко. Которые думают, что все, их жизнь кончена. И никакой макияж ни у одного блогера, который ты смотришь, тебе не подойдет. Как было у меня. И твоя жизнь макияжная на этом закончилась. И поэтому на самом деле... У меня сейчас нависание стало еще больше, чем было раньше. Поэтому я сейчас... Как бы стесняюсь немножко снимать макияж. Потому что он у меня у самой не всегда выходит. И иногда хочется плюнуть и все. Снимать тупо что-то обыденное. Просто обзоры без макияжа. Но если честно, мне это нравится. Хотя я не визажист абсолютно. Не, наверное, возьму кисточку от Экатус. Такая вот у меня двойная. Я вам уже в каких-то видео показывала. Возьму вот этот скошенный, плотно набитый кончик. И им буду набирать вот этот коричневый оттеночек. И буду... Как могу прорисовывать уголок глаза. Потому что данные тени, они не сильно пигментированы. И при растушевке они полупрозрачные. Ну и вообще даже нанесение само по себе оно полупрозрачное. Обязательно растушевываю при открытом глазе. И подтушевываю наверх. Чтобы опять же вот это нависание, которое у меня здесь. И вообще объем, который у меня здесь есть. Подобрать наверх. И так далее. В общем-то по кругу. Пока я не получаю ту интенсивность, которая мне нужна. И обязательно протягиваю вот этот темный оттенок, но уже остатками. Ну, где наши нависания находятся. Потому что, ну как бы, если вы не затемните, будет какой-то опять же кусок непрокрашенный. Будет все нелогично. Я свой макияж стараюсь именно кверху поднимать. Ни больше, ни меньше, так сказать. Возьму вот такую вот кисточку. Недавно заказала ее на iHerb. Это BDLUM TOOLS 776. Если интересно, я оставлю ссылку внизу. Она синтетическая. Она очень плотно набита. Я ее заказывала как для растушевки. Но она не особо удобна. Именно для рассыпчатых каких-то теней. Вот как, например, вот эти матовые. Но она отлично подходит для вот этих оттенков, которые очень плохо набираются. Кисточки, которые очень плохо наносятся. Поэтому я буду брать вот этот такой бордово-розовый марсала. Очень красивый. Буду наносить его, чтобы чуть-чуть в складку века добавить оттенка вот именно красного. Просто буду прорисовывать. Просто добавлять оттенок. То есть я хочу немножко красноватого оттенка добавить. Конечно, тени имеют место быть. Конечно, тенями можно как-то пользоваться. Именно данной палеткой. Но она настолько для меня лично трудна в использовании. То есть надо 550 слоев наложить. Что касается вот этих теней, вы сами видели. То есть даже сейчас я буду наносить, вы поймете. Когда я наносила вот этот оттенок на века, камера моей не записала. Поэтому дублируем. Так, поближе сделала. Не ошибаюсь. Я наносила вот этот оттеночек. Так, фокус. Вот этот оттеночек наносила пальчиком на подвижное веко. Лег кусками данный цвет. И вообще, в принципе, все вот эти оттенки, которые здесь, да, они не сатиновые. То есть они какие-то достаточно, они очень рыхлые. И наносятся кусками пальцем. Сейчас я буду брать вот такую вот плоскую кисточку. И ей буду наносить влажным способом на другой глаз. Потому что так наносится гораздо лучше. Я набираю наш оттенок на кисточку. Чуть встряхиваю. И у меня есть вот такой вот фиксирующий спрей от The Siam Perfect Pore Makeup Fixer. И вот им, я обычно им делаю. И просто так вот беру кисточку и на нее брызгаю. Не перед набором теней, а именно после того, как я взяла из палетки. И вот таким вот образом я наношу этот оттенок на веко. Вот когда таким способом наносишь, то и растягиваешь. Еще это имеет место быть. Во-первых, более, скажем так, они пластичные становятся тени. Их можно растянуть, их можно там наслоить. Но все равно они ложатся какими-то проплешинами. И теперь последним шагом. Я думаю, что больше ничего я не буду делать с глазами. Хотела затемнить уголок, но я думаю, что это не нужно будет. Я нанесу подводку и вернусь к вам, потому что не умею на камеру носить подводку. Я вот такую вот подводку от Essence сейчас использую. Она очень странной для меня кисточкой была. Но сейчас она моя любимица. Я нарисовала стрелочки, накрасила ресницы. Конечно, сегодня у меня тушь не самая лучшая, потому что моя любимая от Vivienne Sabo закончилась. Вот такого плана макияж получился. Сейчас я дооформляю нижнее веко слегка. Потому что, честно, я не люблю его трогать. Потому что, мне кажется, ну лично, может быть, я не умею просто правильно его оформлять. И я всегда, когда его оформляю, у меня получается такой, знаете, уставший взгляд, достаточно опущенный. Поэтому иногда я даже его не оформляю, хотя многие как бы визажисты говорят, что это логическое завершение. Наверное, я возьму сначала вот этот антеночек, который не самый светлый, но не самый темный. Возьму кисточку от Ecotools, вот такую вот малюточку. Она достаточно пушистенькая. И ей пройдусь по нижнему краю века. По нижнему веку. Слегка-слегка создать вот такую вот тынку, тень. Дальше также кисточку от Ecotools, вот эту малютку, я возьму такую прям совсем-совсем маленькую. И ей возьму темный коричневый оттеночек вот этот. И чуть-чуть пройдусь также по нижнему росту ресниц. Проматывающим действием, движением точнее. И давайте я теперь быстро сделаю контуринг и румяна. У меня также вот такие вот две палеточки от Makeup Revolution. Итак, палетка румян выглядит вот таким вот образом. Я буквально недавно ее получила. И сейчас вам покажу палетку контуринга. По-моему, я ее в каких-то видео уже показывала. Вот так вот выглядят эти две палеточки, обе с зеркалами. Если вам интересен отдельный обзор, свочи, мнение, нанесение, оставляйте свои комментарии внизу. Я обязательно сниму на эти две палетки отдельный обзор. Ну и теперь я возьму вот из этой палетки сухого контуринга от Makeup Revolution. Я, наверное, возьму вот этот оттеночек и буду его использовать в качестве бронзера. Я не буду делать какой-то сильный контуринг. Я в последнее время, ну, в принципе, его не делаю, потому что буду возвращаться на видео. И буду просто наносить пушистой кисточкой. Возьму кисточку от Real Techniques и немножечко свой нос затемню этим же оттенком. Чуть-чуть просто сделаю его потоньше. Мне что-то брови сегодня вообще пошли в разнос. Не знаю, что с ними делать. Надеюсь, вы меня простите. Возьму кисточку от Elf. Она и пушистая, и плоская одновременно. И из-за этой палетки, наверное, вот этот оттенок я буду использовать. Он такой с перламутром, немножко с шиммером. Постараюсь по минимуму его нанести на щеки, чтобы не сделать эффект матрешки. Хотя, если честно, эффект матрешки я очень люблю. И с предыдущей палетки я возьму кремовый хайлайтер. Точнее, оттенок у него такой достаточно кремовый. Вот этот оттеночек я возьму. Он очень нежный, очень красиво смотрится. Это и не белый, и не розовый, а такой бежеватый. И мне нравится, что он именно не дает никакого оттенка, а просто дает небольшой перелив. Ну, в общем-то, вы видите, он очень красивый. Я, наверное, возьму этот же хайлайтер. Сейчас попробую его нанести в уголочек глаза, потому что уголочек глаза я никак не оформила. Но он там, кстати, не очень смотрится. Поэтому я возьму вот этот самый светлый. Он здесь какими-то золотистыми вкраплениями, причем достаточно заметными блестками. Я не понимаю, зачем делает такой хайлайтер. При определенном, конечно, поводе он имеет место быть, но не всегда. Все, теперь точно последний шаг. На слизистую я наношу светлый карандаш. На нижнюю, точнее, слизистую. Вот такой макияж у меня получился. Не знаю, пишите, как вам. Я ругалась на эту палетку, но, в принципе, могу сказать, что макияж у меня больше, чем устроил. Пишите, как вам. Пишите, как вам палетка. Пишите те, у кого есть данная палетка уже, нравится вам или не нравится. Возможно, наше мнение не совпадает. Это и нормально. Мы все хотим разного и требуем от макияжа и декоративных средств также разного. Это было все на сегодня. Я вас целую. Обнимаю. Увидимся с вами в новых видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok